На востоке Германии находится самый большой город Саксонии – Лейпциг. У города есть и второе название – город ярмарок, потому что в Лейпциге постоянно проводится множество различных ярмарок. Это город с удивительной историей. Здесь жили Бах, Шумель, Вагнер, Мендельсон и Гёте. Именно в Лейпциге Гёте написал много сцен для своего бессмертного Фауста. А готический костел святого Фомы, возведенный в XIV веке, известен на весь мир. В нем на протяжении 27 лет работал Йоганн Себастьян Бах. Он руководил хором мальчиков. Перед костелом – памятник великому композитору и музей, посвященный Баху. Одним из символов города является крупнейший в Европе монумент «Битва народов», расположенный в центре поля битвы. Открытие монумента состоялось в 1913 году к 100-летнему юбилею «Битвы народов», одержавших победу над войсками Наполеона с 16 по 19 октября 1813 года. Высота монумента – 91 метр. 500 ступеней ведут от основания до верхней обзорной площадки с видом на город. Есть два лифта. Неподалеку от монумента в том же 1913 году был возведен храм русской славы в память о доблестных русских воинах, павших в победной битве с Наполеоном. По одну сторону монумента «Битва народов» расположено огромное красивейшее парковое кладбище. На территории кладбища произрастает множество редких деревьев и 10 тысяч кустарников рододендрона. А здание-крематория с залом для прощания выполнено в виде дворца. Лейпциг – город-герой, сыгравший ведущую роль в 20 веке в период демократической революции в 1989 году. Костел святого Николая, древнейший в Лейпциге. Старая ратуша. Построена в 16 веке в стиле Ренессанс. В ней располагается музей истории города. За ратушей находится здание старой биржи в стиле барокко. Рядом с рыночной площадью находится старинный торговый пассаж Мадлер. В нем винный погребок Ауэрбаха. Перед входом в погребок высятся скульптуры. И скульптуры и погребок были прославлены Великим Гёте. Здание университета. Самое высокое здание Лейпцига. На высоте 130 метров находится панорамная площадка Панорама Тауэр. На 29 этаже находится ресторан в холле Турникет. Опустив 3 евро, можно пройти на крышу и полюбоваться на город. Я пыталась сделать видео, но ветер был настолько сильным, что удачным удалось сделать только фото. Оригинальная скульптурная композиция состоит из голых педагога, диагносты, рационализатора, искусствоведа и дизайнера, стоящих на постаменте в виде полукреста. На бронзовой балке, на которой они расположены, написано «Само собой, разумеется, во имя принципа можно пожертвовать жизнь, но только свою собственную». В городе множество музеев искусств, природы, есть даже музей психиатрии и музей кофе. Кстати, международная ярмарка в Лейпциге – одна из самых старейших ярмарок в мире, а фестиваль готической музыки и искусства – крупнейший в Европе. А в зоопарке Лейпцига – самый большой аквариум в Европе. В 20-х числах ноября город начинает погружаться в атмосферу Рождества, начинаются распродажи. Крупные торговые центры находятся не только в самом центре города, но и на железнодорожном вокзале. Удачи вам, друзья! Если вам нравится мое видео, пожалуйста, подпишитесь на мой канал. С наступающим вас Новым Годом! Новым Годом! Новым Годом! Новым Годом! Новым Годом! Новым Годом! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»